МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в выпуске. Американская под запретом. Почему мы больше не едим мясо из США? И что заполнит американскую нишу на прилавках? Нависла угроза. Сейчас погода тёплая, ни разу не сбивали. Кто в ответе за ледяные стрелы? Новое пространство. Было очень трудно. Слёзы были, но были моменты радости. Проект «Экспериментальная сцена» открыл новый сезон. Об этом и многом другом. Точнее, в ближайшие полчаса. Я Александр Семенюта. Здравствуйте. Начнём с главного. Закон об обязательном медстраховании сегодня обсудили в Тюмени на федеральном уровне. Со всей страны к нам съехались руководители территориальных фондов ОМС. Напомним, с 1 января лечебные учреждения переходят на систему финансирования и страховых взносов. А Тюменская область так работает с 2005 года. Потому и делится опытом. В новом законе для пациентов чётко прописано. Медуслугу по полису доступны на всей территории страны. Причём с его заменой можно не спешить. Все полиса, выданные ранее, являются действительными и будут являться действительными. И нет даты, ограничивающих и назначающих тот день и час Х, когда все должны поменять. Это должно происходить спокойно, равномерно. Замена бумажных полисов на электронные в Тюменской области запланирована на будущий год. Процедура эта не обязательная, а скорее по желанию. Россия ввела полный запрет на ввоз мясной продукции из США. Такие действия вызваны методом выращивания мясных пород, который в нашей стране запрещен. А что на прилавках в Тюменской области и каковы предпочтения жителей, выяснила Ольга Курсман. Новое слово «рактопамин» появилось в речи каждого покупателя. Но чтобы от специалистов узнать, что это такое и с чем его едят, мы отправились в областное управление Россельхознадзора. В ведомстве пояснили, в России не допускается применение стимуляторов роста животных, а в США это за норму. Потому и случился пищевой бойкот. Пересмотреть нормы американского Санпина продавцы из Штатов не захотели. Россельхоз и Потребнадзор поставили в ветеринарный заслон и подкрепили его 13-ю претензиями к рактопамину. Это препарат, который был запрещен для использования в Российской Федерации. Областной Россельхознадзор уже получил инструкции. Хотя, как утверждают специалисты, тюменцам опасаться нечего. Прямых поставок мяса из США в область нет. А это значит, что свинина и говядина проходят ветеринарный контроль сразу на нескольких пунктах. Вся продукция поступает импортная, уже растаможенная в других субъектах Федерации. Больше продукции у нас поступает из Бразилии. В США у нас мало поступает. Если вы, наверное, как потребительниц смотрели, то у нас на нашем рынке присутствовали куриные корочка американские и печень говяжья. На курицу запрет, который вступил сегодня, не распространяется. Кстати, если в Тюменскую область попадает импорт, то в основном из Бразилии, а не из Соединенных Штатов. Свинину и говядину пока приходится закупать. Местные производители удовлетворяют потребность тюменцев на 80%. Но уже в скором времени, обещают и хозяйственники, и власти, регион откажется от ввозимой говядины. Кстати, импортная тюменцы и сами не готовы брать. Конечно своего. Зачем нам это все импортное? Крутишь, вместо фарша идет вода оттуда. А наше мясо крутишь, сразу фарш идет. Мы в основном на рынке покупаем мясо тюменское. Сказкаринское покупаем. И ближайшие деревни покупаем. В прошлом году в Тюменской области хозяйствами всех категорий было произведено порядка 116 тысяч тонн мяса. Но этого оказалось недостаточно. Но даже несмотря на дефицит, местные мясокомбинаты все равно отказываются от использования импортной свинины и говядины. Мясо свинины в США производства на данный момент является одной из самых дешевых на рынке. Второе. При достаточном контроле нашего ветеринарной службы и технологической службы, это мясо не соответствует нашим стандартам по входному сырью. Про рактопамин, который вызывает наращивание мышц, местные производители знают. Но репутация им дороже. Потому честно ждут, когда скотина сама нагуляет вес. Тюменские луга это позволяют. Да и покупать тюменское приятнее. Ольга Курсман, Александр Изосимов, Сибинформбюро. Кстати, гастрономический фестиваль «Мясной базар», который пройдет 8 и 9 марта, займет территорию аэропорта Плеханово. Здесь смогут разместиться больше гостей, до 30 тысяч человек. Также площадка имеет хорошую парковку, транспортную развязку и автобусную остановку. Впереди обзор событий. Мои коллеги, коротко о важном. Добедителю достанется модный гаджет, планшетный компьютер-айпад. Бренд был разработан по тюменфри, по расширяя горизонты. Определенные логотипы были сделаны. И сейчас мы понимаем, что нам не хватает основного логотипа на основной наш проект, на проект электронное правительство. Поэтому идея возникла привлечь наших граждан для того, чтобы создать такой узнаваемый, популярный логотип. В Тюмени появился новый памятник-копилка бездомной собаки. Его установили возле торгово-развлекательного центра «Колумб» по инициативе управы Калининского округа. Автором композиции стал скульптор Константин Евтушенко. Человек, который не просто подойдет, отпустит монетку, но мог присесть и сфотографироваться, какую-то память оставить об этом событии вообще в городе Тюмени. Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд помощи животным потеряшки. Напомним, первый памятник-копилка появился у ЦУМа почти три года назад. За это время с его помощью удалось собрать около миллиона рублей. В будущем подобный памятник появится в управе Восточного округа. 95 лет отметила Карагайская средняя школа. За свою долгую историю общеобразовательные учреждения признавали и самым успешным, и самым озелененным. Половина выпускников поступает в высшие учебные заведения. А в этом году на районных олимпиадах шесть школьников из Карагая стали победителями, девять призерами. Секрет успеха в трудоспособности учеников и профессионализме педагогов. Самое, наверное, главное качество у педагога, неважно, какой предмет он преподает, сколько он, просто он должен быть, любить этих детей, быть с ними всегда рядом. Как говорят, шаг вперед, но и рядом с ними. Из-за аномально теплой зимы над тюменцами в буквальном смысле нависла опасность. Что делать, если у вас над головой большие сосульки, и почему коммунальщики не обращаются к специалистам высотного дела, выяснила Людмила Чапурных. Во дворе жители дома по улице Мельникати теперь ходят с высоко поднятой головой. Постоянно поглядывать на крыши приходится из-за нависшей угрозы. Сосульки не только растут с каждым днем, но периодически и падают вниз. Случаев очень много было. Вот там, по-моему, у нас на Котовского в прошлом году был случай. Поэтому стараешься поглядывать. Как бы сторона вот эта вот солнечная, сейчас погода теплая, ни разу не сбивали. Чтобы сосульки исчезли с крыш, нужно обратиться в ТСЖ или управляющую компанию, смотря кто обслуживает ваш дом. В ТСЖ «Радуга» сейчас такие заявки поступают каждый день. Поэтому дворник Борис надевает снаряжение и взбирается наверх, чтобы сбить ледяные глыбы. От услуг профессиональных альпинистов в этом году здесь отказались. Потому что после работы альпинистов у нас почему-то такие дыры в желобах приходится менять. И затраты гораздо больше, чем сама стоимость работы. Поэтому сами стали делать. У нас приспособлены специальный инвентарь, деревянные палки такие, чтобы не пробить металл. А там ледорубами рубят и, естественно, вовходится дороже. За качеством проделанной работы следит ведущий инженер службы заказчика Ленинского округа Татьяна Казмина. Каждый день смотрит, где есть сосульки. У нее на контроле 147 домов, примерно треть со скатными крышами. Если где-то увидит ледяные наросты, составит протокол. Вот сейчас составлен протокол. Я сегодня написала протокол на управляющий первый по сосулькам в этом году у меня. Он будет рассмотреть на административной комиссии, какие штрафные санкции вынесут. В течение трех дней сосульки должны исчезнуть. Если они так и не будут сбиты, тогда точно оштрафуют. Причем рублем наказывают как управдомов, так и руководителей офисных помещений. Это от 10 тысяч до 100 тысяч. И могут быть одностные лица. Это от 5 тысяч до 50 тысяч. Поэтому, если какие-то вот такие сосульки есть, которые угрожают здоровью, которые угрожают повреждениям имущества людей, то необходимо обращаться в управы округов, если сама управляющая компания не хочет работать. Правда, в этом году еще никого не оштрафовали. Обходились беседами. А вот сбивать осульки с балконом должны сами владельцы жилья. Если же такая глыба коснется чьей-то головы, тоже накажут. Людмила Чапурных, Артем Суханов, Сибинфобюро. Возможно, в Тюмени удастся найти оригинальное техническое решение этой проблеме. Ведь в наших вузах делают упор на новые технологии. К тому же, на инженерно-технических специальностях теперь будет больше бюджетных мест. Точнее, Полина Перепелица. Так вот, мы тоже закладываем фундамент. Наши студенты изучают фундаментальную физику, технику, математику. Фундамент самого Максима Пятерки по физике и математике и мечта. Изобрести что-то новое и важное для человечества. Меня выбрала на технологии, потому что очень перспективно, мне кажется. И вообще нравится физика, все новые технологии. Тем более, что за новыми технологиями будущее. Современная экономика будет у нас строиться только на современных технологиях. А вообще, конечно, ориентация очень такая простая у нас. Чтобы наш выпускник, выходя с нашей кафедры, открывал свое предприятие. Самое такое идеальное, сервисное предприятие, которое нефтегазовая область или нанотехнологичные области медицины. Елена и Наталья Степановы специально приехали на День открытых дверей Тюнгаеву из Ханты-Мансиска. В выборе будущей профессии выпускница не сомневается. У меня почти все семейства экономисты. Я тоже хочу продолжать династию экономистов. Это очень интересно. Творческая профессия, так скажем. Это не бухгалтерия. Экономисты – это всегда каждый день что-то новое. Новое есть и в правилах поступления. Впервые абитуриенты смогут отправлять документы по электронной почте. Ограничится число договорных мест по наиболее популярным направлениям. А количество бюджетных мест на инженерно-технические специальности, наоборот, вырастет. Мы последовательно на протяжении многих лет развиваем специальности направления технические и естественно научные. В этом году мы открываем ряд новых и профилей, и самое главное направление таких как биоинженерия. Главный же капитал вуза – будущие студенты. Это молодые люди, получившие хорошее общее образование, четко представляющие себе, что их фундамент жизненного успеха основывается на том социальном капитале, который они получат в вузе. Приемная кампания в Тюменском государственном университете начнется 15 июня. Стены вуза пополнят около двух тысяч первокурсников. Полина Перепелица, Сергей Жернаков, Сибинформбюро. Это точнее. Спасибо, что вы с нами. В минувшие выходные часть мусульман Тюменской области отметили праздник Мавлид-Байрам. Он наступает на 12-й день месяца Рабиуль-Аваль по лунному календарю. И считается днем рождения пророка Мухаммада, которому свыше и был неспослан Коран. В эти дни верующие вспоминают истории из его жизни, молятся и исполняют религиозные песнопения. В мусульманском мире Мавлид считается третьим по значимости праздником после Курбан-Байрам и Ураза-Байрам. В Тюмени в этом году он собрал гостей не только из области, но и из соседних регионов. Для меня было приятное удивление в том, что в народе сохранилась традиция, и эти традиции народом поддержаны. Вы видели, что и выступают дети, выступают и люди старшего поколения. Есть преемственность, и это радует. Знаковым событием стал показ реликвии волоса пророка Мухаммада. Он хранится в фондах Тюменского музейного комплекса. Жители деревень и сел Тобольского района осваивают современные технологии. В школу села Лайтамак провели интернет. Таким образом, для жителей Заболотья теперь весь мир открыт. Подробнее Ольга Куричко. Прогресс наступает, прошлое не сдается. Таковы реалии Тобольского Заболотья. Тарелка почти на каждом доме, больше ста телевизионных каналов открывают большой мир жителям Лайтамака. А в школе ритм жизни по-прежнему задают звонок. Ему еще не пора на музейную полку. Электричество в селе подают 12 часов в сутки. С 7 утра до полудня в школе должно успеть все, особенно то, что связано с компьютером. Здесь единственный в селе доступ в интернет. Он расширил границы просвещения. Лайтамакские ученики занимаются теперь по программе Новосибирского университета. В этом году мы дистанционное обучение ввели по предложению Световской школы. И сейчас они нам отправляют по плану дистанционного обучения задания для одаренных детей. В учебной программе обязательный родной язык, татарский. А в остальном все как везде. Лыжная секция, кружки есть, танцуй, танцуй. Сейчас здесь обучаются 115 ребятишек. Из них 20 жителей ближайших деревень живут в пришкольном интернате. Отопление печное, но здание всегда тепло. Летом провели в школе водопровод. Теперь власти решают вопрос по водоочистке. Для того, чтобы качественная вода была в потреблении у детей, будет приобретена система водоочистки, установлена в образовательном учреждении. Практически решена проблема приобретения двух стиральных машин, которые будут обслуживать детей в интернате. Вместо садика здесь группа кратковременного пребывания детей. Ведет занятие бывший учитель начальных классов. Атмосфера домашняя, впечатление такое, как будто внуки в гостях у бабушки. Они почтенно называют ее «Равеляапа». В этом году только у нас 22, а раньше по 30, по 32, 33 было в группе. Главная цель у меня подготовить детей к обучению в школе. Всякие подвижные игры играем, зарядки делаем. Вот сейчас вот танцуем. В Заболонте наметился рост рождаемости. В 11 классе всего 4 ученика. Зато первоклассников в этом году ожидается больше 20. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Для Сипинформбюро из Тобольского района. А в Вагайском районе у жителей общий бизнес – клюквенный. А все потому, что для многих это единственный заработок. Сегодня общими усилиями многих деревень достигли производственных масштабов. Подробнее о ягодном деле Карина Закирьянова. Точность превыше всего. А уж если дело касается клюквы, то тут вагайцы в скрупулезности не уступят даже немцам. Иначе никак. Для жителей Заболотья сбор этой ягоды – основной заработок. Со всех трех-четырех населенных пунктов сюда привозят клюкву. И сразу сдает, взвешиваем и сразу обналичиваем. Сразу наличку платим. По 80 рублей. Не отходя, кажется, надо съедать. Да, давай, давай, давай. В Вагайском районе около 15 пунктов сбора клюквы. Сейчас работа здесь просто кипит. До самой зимы клюква хранится в лесу. Там же, где ее собирали. А привозят ее только сейчас. Все потому, что, во-первых, она должна замерзнуть. Во-вторых, привезти ее можно только по зимнику. Цена на клюкву расти больше не будет, а морозы скоро закончатся. Клюква растает и будет непригодна для сдачи. Потому вагайцы торопятся продать последние. Это, кстати, следующий пункт сбора. Деревня Малоувад. Здесь полностью загружают целый камаз – 12 тонн. Третий и последний пункт сбора на сегодня – деревня Тукус. Здесь ягоду заодно и проверяют, нет ли гнилых. Нормальная, нормальная. Хорошее качество? Да, хорошая. Очищенная, нормальная, да. А это самый крупный сдатчик на деревне. Майчамал Хайрмасова собрала более одной тонны клюквы. Хорошо, выручила. Шубу покупала. 100 тысяч рублей. Я с сыном собираю. Если семья большая, то собрать могут более 5 тонн. Это 400 тысяч рублей. В заболосе в начале сентября даже детей отпускают из школы на неделю, чтобы помогали родителям. Иначе никак. Этот месяц весь год кормит вагайцев. По прошлому году, в сезон 2011-2012 года, мы собрали порядка 870 тонн клюквы. Этот год у нас урожайность меньше, поэтому планируем до середины марта собрать порядка 400 тонн. Вся эта клюква отправится в Тюмень на первичную переработку и уже в фасованном виде появится на прилавках магазинов. Карина Закирьянова, Александр Вележанин, Сибин, Форумбюро. Дом Союза художника на один вечер превратился в театральную площадку для героев одноименной повести Дины Рубиной «Когда же пойдет снег». Постановка стала частью проекта «Экспериментальная сцена», в которой юные актеры театра «Мимикрия» обрели второй дом. Об этом Анастасия Коробенко. Здесь нет костюмеров и гримеров, потому прическа и макияж героев – дело рук артистов. К тому же в проекте «Экспериментальная сцена» важно то, что внутри, а не снаружи. Сыграть спектакль актеры могут где угодно, нужно лишь привыкнуть. На профессиональном языке освоить пространство. С этим было на самом деле сложно, потому что пространство очень необычное. Вот эти, считаю, окна, пол скользящий постоянно – это большие проблемы для нас были. Не просто было и осваивать новый жанр для воспитанников школы юного актера – это первый драматический спектакль. Они не профессионалы. Было трудно, было очень трудно. Слезы были, но были моменты радости, когда что-то получается, и ты понимаешь, что «А, да, да, туда». Ну, это было, наверное, преодоление больше для, как для меня, как и для них. Успокоилась? Это животные. Главное, что ты не работаешь. Тебе еще понравится, давай. Действие спектакля «Когда же пойдет снег?» по мотивам повести Дины Рубиной происходит в больничной палате. Главная героиня, 15-летняя Нина, в один день теряет свою, как ей казалось, идеальную семью и обретает новую, которой надо еще привыкнуть. Это история о том, что иногда ради общего счастья приходится жертвовать своими желаниями. Для Анастасии Павлюк школа юного актера уже стала второй семьей. В девушке сложно узнать бывшую модель и мисс СТС. Пару лет назад она даже снялась в эпизоде популярного сериала «Воронины». Я постоянно себя где-то пробую. Я себя и в танцах пробовала, и когда-то еще занималась. Даже пыталась стать художником, но это мне точно не дано. Когда-то пыталась в модельный бизнес податься, но потом поняла, что не мое. Потом ушла в театр, и вот тут как-то меня затянуло. Но настоящий театр должен притягивать не только актеров, но и зрителей. Ребята вообще дикие молодцы, всем доставили очень большое удовольствие. Эффект присутствия буквально. Очень хорошо, что они на сцене. Мне особенно снег понравился. Спектакль «Когда же пойдет снег» – первый в новом сезоне проекта «Экспериментальная сцена». Следующую постановку зрители увидят в марте. А что это будет, пока остается тайной. Анастасия Коробенко, Андрей Захаров, Сибинфорумбюро. В Тюмени пройдет самый престижный коммерческий турнир по дзюдо серии «Мастерс». Соглашение об этом подписали в Париже губернатор Тюменской области Владимир Якушев и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер. В мае в Тюмень съедутся лучшие спортсмены мира. Самое главное, что мы должны получить эффект, связанный с популяризацией этого вида спорта, который сегодня популярен среди молодежи, который популярен сегодня у маленьких, кстати, репетишек, которые с удовольствием приходят и занимаются сегодня у нас секцией в зоне. И еще об одном популярном виде спорта. Около 7 тысяч человек вышли на Лыжню России 2013. И это только в Тюмени. А по области участников всероссийских стартов было намного больше. Как прошло самое грандиозное состязание зимнего сезона, покажет Айгуль Рахматулина. На лыжной трассе нет свободных мест. И желающих поучаствовать в празднике здорового образа жизни собралось около 7 тысяч человек. Среди них и те, кто впервые встал на лыжи. Здесь холодно и замечательно. Я не делал этого раньше. Не катался на лыжах. Это мой первый раз. И могу сказать, это великолепно. В то время, пока Боб борется с холодом, Николай Казаринов изнемогает от жары. Морж с 20-летним стажем лыжами увлекается с детства. Потому пробежать налегке несколько километров для него пустяк. Это ощущение такой бодрости, здорового духа в теле. Вот в таком виде. Это человек привыхает к этому. И для него это уже потребность. Потребность быть в строю есть и у Татьяны Иванчук. Она представитель клуба скандинавской ходьбы. В Атутинском микрорайоне мы занимаемся скандинавской ходьбой уже третий год. А поскольку она предусматривает здоровый образ жизни, мы не могли пропустить это событие. Мастовый лыжный забег в Тюмени прошел в восьмой раз. По словам организаторов, в области серьезно взялись за популяризацию лыжного спорта. Такие старты, да, это один из самых главных мотиваторов вообще для людей. А помимо этого, естественно, ведется вся всевозможная работа по привлечению людей к подобным мероприятиям большим, да, ровно как и к малым. А помимо этого, естественно, очень активно пытаемся сегодня, ну скажем, продвигаться в работе по месту жительства. Пропаганду лыжного спорта поддерживают и именитые спортсмены. Вышло солнышко, поэтому настроение вообще великолепное. Я думаю, что сегодня и все жители нашей Тюменской области, которые принимали участие в Лыжне России, именно вот в такой погоде рады. Лыжня России состояла в 71 регионе нашей страны. В каждом городе любители преодолели дистанцию в 500 метров, а профессионалы 5 и 10 километров. К рамоту об участии получили все, ну а победителям достались кубки. Айгуль Рахматульный, Артем Суханов, Сибинформбюро. На сегодня все. Берегите друг друга и смотрите точнее. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok